К инвалидам относятся как к инвалидам. Инвалид не может быть красивый. У меня вариантов не было. У меня были такие мозоли, у меня столько крови было на руках. Может быть, даже я слишком самостоятельная, поэтому парни меня избегают. Если бы ты была здоровая... И все. В душе я хочу посидеть дома, на диване полежать, сериалы посмотреть. Так, Юля, блин, нельзя так. Давай, вставай. Встала и пошла. Не потому что у меня желание встать и пойти там, и сделать что-то великое в этой жизни. Нет, потому что я знаю, что лежать на диване – это плохо. Надо идти. Юлия Курочкина – призер российских и международных соревнований по бальным танцам на колясках. Свои достижения объясняет боевым характером. Природное упорство помогло ей встать с кровати, вопреки прогнозам врачей. Оно же заставляет идти к мечте – стать чемпионкой мира. Это единственный вариант у нас в Омске. Скажем так, прямо. Особо выбирать нет у нас клубов, куда я пойду, там, контемп я буду танцевать или джаз-фанк. Нет. Спортивные, бальные танцы. Вот, все. Я очень долго ждала партнера, потому что я не могла танцевать одна по каким-то, возможно, психологическим причинам. Ну, я и в танцы-то пришла, наверное, потому что я хотела именно общения какого-то. И где-то месяцев шесть, наверное, я приходила в клуб и спрашивала, где мой партнер. Вы мне нашли партнера? А где мой партнер? Желательно невысокого, потому что я тоже низенькая. Найдите мне партнера. В итоге пришел самый высокий у нас мальчик. И все. И как бы вариантов не было. Пришлось встать в пару и танцевать. Мне кажется, партнеры в танцах – это даже хлеще, чем муж и жена. Это вообще какие-то неописуемые отношения. Не уступаем друг другу. Нет. Ни он, ни я. Накричали друг на друга, разошлись в разные углы. Через 10 минут пошли работать, пошли. У нас просто есть одна цель – добиваться наивысших результатов. Есть свои конкуренты, которые мы с годами очень сильно хотим победить. Поэтому нас это как-то объединяет. Понятно, что без ссор, без криков и без всего, без недопонимания друг друга у нас ни один вид спорта, особенно парный, это не бывает. Выпала такая возможность попасть в сборную команду России в свое время. Мы в нее попали. Ну и пошли какие-то результаты хорошие, положительные. И потом нас неожиданно вызвали на чемпионат мира. Для меня это было вообще шок. Это был наш первый выезд, первый в наш дебют на чемпионате мира. Попали, ну, такая возможность выпала. И пар соперников было много. В России на внутренних соревнованиях мало соперников. Ну, грубо говоря, там, ну, семь пар вышло на паркет, и ты, как бы, ну, третий из семи. Ну, если я скажу просто третий, ну, как бы, да, миленько. Из семи, ну, такое себе, как бы, не очень. А на чемпионате мира было уже нас 15, по-моему. И все пары уже много лет танцуют. А мы такие новички. Выпрыгнули. Хе-хе-хе, сейчас мы тут потанцуем с края чуть-чуть. Но нет, мы третий. В России чемпионом стать сложно. Вот, по моим ощущениям, где-то вот за границей там. Ну, на тебя смотрят по-другому, чем вот в России. В России, как бы, ты уже свой, тебя знают. И там прям вот строго все прям вот рубят. Тут не дотянул, тут не дожал. Все, пятое. А там посмотрели. О, ес, гуд, окей, все, нормально. Пролетаешь. Еще танцевание разделяется по классам. По тяжести заболевания. И первый класс, это, ну, ребята, которым тяжело, там, у них прям почти ничего не работает. И второй класс. Танцевал, танцевал, встал с коляски, коляску на плечи пошел. Вот так вот. И я танцевала во втором классе несколько лет. И вот как раз на Кубке мира была классификация. И мне присвоили первый класс. Как бы, ну, послабее к ребятам меня отнесли. И среди них получается, что я, как бы, сильная. И вот на границе вот этой вот классификации остаюсь. В европейской программе я во втором классе. А вот в латиноамериканской в первом. И, как бы, поэтому у нас золото. Моё первое платье, я была в шоке, в каком-то вообще пространстве. Я не понимала. Я ехала в ателье, и я не знала, что я скажу портнихе. Какое оно должно быть? Ну, для меня первый раз. Большинство девочек на колясках носят брюки. Потому что платье, это непрактично. Оно где-то всегда выпадает, там зацепляется за колеса. Если осень, там, это грязь какая-то, что-то, ну, очень. А если там берут тебя на руки, то есть еще и нижнее белье может быть видно. А в танцах надо двигаться. Там ты крутишься. Можно упасть, зацепиться, будет провал. У меня есть бомбическая юбка. Вот ее запомнил весь мир. Мы танцевали на Кубке мира, на Кубке континентов. В общем, она максимально пышная. Под юбник у меня красный, а сверху зебра. Меня было видно везде. Даже с космоса, наверное. То есть, ну, и до сих пор вспоминают. И, о, зебра пошла. Ну, давай, зебра, мы за тебя волеем. Ко мне подходили судьи, тренер из других городов и говорили, что так не надо. Это опасно, ты рискуешь. Это не надо, там что-то это. В итоге, хорошо, ладно. Сделала другую юбку, как положено, по рекомендациям. Ну, вообще не то. Ну, блин, ну, скучно. Ну, серо как-то. Ну, прям вообще, я почувствовала себя инвалидом очередной раз. Но не мое это, нет, не хочу так. Ну, и с черным цветом тоже история. Нельзя черный цвет, некрасиво. Ну, я себя уверенно чувствую в черном. Я танцую в черном. И в чем-то в другом, в более каком-то попугайском, там, в каких-то гипюрах вот это. Это не мое, я чувствую себя некомфортно, соответственно, подача уже не та на паркете. Ну, блин, ну, вот только вот прям чемпионы чемпионов танцуют в черном. Ты еще не доросла. Я так, я не согласна. Хочется что-то прям современное. Хочется прям вот, чтобы, чтобы секс был, блин. Ну, к инвалидам относятся как к инвалидам. Инвалид не может быть красивый. Вот, ну, не может он, потому что он, все, он, все. А я хочу, что мы можем быть красивыми, мы можем привлекать внимание, как бы заявлять о себе, что мы такие же, как и все остальные, только мы не ногами ходим, мы на колясочке сидим, все. Особо ничем не отличаемся. Ну, кто сказал, что там, вот когда фигура там ровная, все идеально, это красиво, нормально, а вот у меня чуть-чуть по-другому, это ненормально. Есть люди рыжие, есть люди там, блондей набраны, это я вот на коляске. Бывают моменты, когда я чувствую, что вот подступаю, смотрю, как танцуют, я здоровая там, и тоже хочу. Он такой, о, нет, нет, пусть, пусть танцуют. У меня другое. Я помню то время, когда я ходила, прыгала, бегала. Помню, да. Эти ощущения, они во мне живы. 8-9 лет мне было, и я стала плохо себя чувствовать, в плане, ну, там, чуть ли не одышкой задыхаюсь, там, падаю, идти не могу. И родители обратились к врачам, мне сделали МРТ, и выяснилось, что у меня опухоль спинного мозга, и ее нужно очень срочно прям вырезать, убирать, потому что она там достигла каких-то, ну, огромных размеров, и уже там, куда-то там корни пустила, разрастается, оплетает меня всячески по этому. Вот, и мне по неотложке сделали операцию. В общей сложности 3 года лежала в гипсовой кроватке. У меня был гипс от шеи и до попы. Я лежала, не шевелилась, мне нельзя было поворачиваться на бок. У меня родители там как-то поворачивали буквально там доли секунды, чтобы не было пролежней. Они обтирали меня губкой, потому что я не могла нормально мыться, извиняюсь за подробности. И вот волосы свои шикарно длинные я обстригла со слезами на глазах, потому что ухаживать за ними лежа было невозможно. В 18 лет в моей жизни появилась коляска. Я на нее смотреть не могла, для меня это было что-то вообще коляска. Все, капец, инвалид на всю жизнь, е-мое. Она у меня в чулане год простояла. Потом подруги говорят, что ты дома сидишь, пошли. Я говорю, ну как пошли, ну на костылях, ну тяжело. Я пока дойду, блин, там до дверей, уже устану. Ну это вообще. Аня, тебя коляской, садись, мы тебя сейчас увезем куда-нибудь. Ну как бы вот в шутку, в шутку. А мне понравилось. Удобненько. Я могу выйти из дома, что-то там движуху какую-то учинять по селу. В интернете случайно увидела объявление. Я говорю, мам, надо, я не знаю зачем, машины нет, ездить некуда. Не знаю, ну надо. А вдруг пригодится? Они же на 10 лет. Ну, мало ли что, может со мной произойти. А вдруг случится чудо. И мы быстро-быстро записались, полетели там в эту автошколу. Все там закончила. Через год купила машину только. После механики автомат, это вообще просто сказочно. Ручной на механике никогда не надо. Вообще исключите из жизни. У меня было кривое ручное управление. Там, в принципе, сцепление вылетало. Независимо от меня, от моих действий. Оно не держало. И мне инструктор помогал. Я не знаю, поблажка это или нет. Оно было там, ну как-то не настроено, ну сломано было. У меня было 4 инструктора. И 4-го я учила уже ездить. Потому что, ну, никто не хотел на инвалидку эту садиться. Никто не понимал, что там да как работает. Первый более-менее мне объяснил, потом он куда-то исчез. Потом второй исчез, третий. И вот с четвертого уже я учила. Школьные экзамены я сдала автоматом, в принципе, вообще. Сразу в ГАИ поехала. Ну, я вторая вышла из класса, потому что медленно ходила. Получилось так, что я одна была инвалид, а все остальные там нормально. И я понимаю, что они там как-то отдельно, а я отдельно одна. То ли меня боялись, что там кого-то задавлю, или что. Они как-то от меня прям сторонились. И я смотрю, половина-то не сдала. Стоят там, курят. Половина радуются, сдали. И я с первой попытки такая. И мне хлопают просто. Они ожидали чего-то вообще другого. А у меня вариантов не было. У меня были такие мозоли, у меня столько крови было на руках. Я второй раз не сяду в эту машину, мне надо сейчас. Я без машины не я. Все. Ну, как бы я бы сегодня с проблемами, наверное, приехала бы. Ну, если бы опять же я жила в городе, да, там такси как-то вот это вот решабельно. Но нет, в городе я принципиально жить не собираюсь. Мне нравится жить в деревне. Мне нравится, когда петухи орут в пять пра. Такси дорого. Вот домой, в деревню, это минимум 700 рублей в одну сторону. Это дорого. Ну, и опять же, отношения. Есть таксисты, которые идут навстречу, а многие не идут. Это какой-то стресс просто. Ты каждый раз испытываешь, когда ты выходишь из дома и не знаешь, что тебя ждет. Как ты доберешься из пункта А в пункт Б? Какие приключения тебя ждут? Моя подруга на коляске, у нее целый вагон таких историй. Привычнее все делать самой. Сложно просить о помощи. Возникает ощущение какое-то, ну, какая-то несамостоятельная, слабенькая, да, хочется самой. Но я, опять же, себя приучаю к тому, что я девочка, и мне надо помогать. Открыть мне дверь, подержать там сумочку, я не знаю, что-то. Кляску тяжелую достать. Я же, ну, не я должна это делать. Даже если бы я была на ногах. Это должен делать мужчина. Вот. Но это ко мне пришло только в 30 лет. Поздно. Я заметила, что меня окружают люди, похожие на меня. Люди другого склада характера, они не задерживаются долго в моем круге общения. Что-то общее, ну, не то, что, как бы, ну, влияет, да, на одной волне с людьми я чувствую себя комфортно в своем окружении. Вот если человек любит поржать, это мой человек, даже над собой. Над собой это вообще прям. Вот скажешь какую-нибудь шутку, блин, про инвалида, а он обиделся. Ну, что это? Ну, что? В 14 лет плакала, потому что у меня нос большой. И никогда потому что я инвалид. Ну, не знаю я, как это, почему так. Тяжело схожу с людьми, да, но если сошлась, то это, как бы, на очень крепко и надолго. И если вдруг разрыв, я расстраиваюсь очень сильно. Я начинаю анализировать, почему это произошло. Скорее всего, виновата я, а не другой человек. Начинаю еще усерднее работать над собой, заниматься самокомпанием, читать книжки по психологии. А потом думаю, ой, нафиг. Не судьба, значит. Сегодня я хочу замуж, дико хочу замуж, а завтра как бы уже нет. Уже не надо, все, у меня одно нормально. Еще 38 кошек и все. Может быть, даже я слишком самостоятельная, поэтому парни мне избегают. Они же тянутся к девушкам слабеньким. Вот ей же и помочь надо, смотри, какое оно. А я такая, уйди я сама, ты неправильно все делаешь. Но я работаю над собой. Он должен быть так бешеный. Так же двигаться, ты какой-то активный. Возможно, спортсмен. Чтобы мы увидели с ним только где-нибудь в период между сборах или на сборах как-то. Чтобы еще не надоели друг другу, потому что я привыкла жить одна. Возможно, кто-то появится. Я прям не против. Нет, я открыт. Но пока нет. Не нашелся тот смельчак, который бы меня осадил. У меня нет такой привычки планировать прям вот далеко. Я думаю о данном моменте максимум на месяц вперед. Я платье себе шью за три дня до турнира. Потому что, а вдруг я сейчас его пошью, а чемпионат отменят? Нет, 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 нет. Потому что если я вдруг распланирую, а что-то не получится, я расстроюсь очень сильно. А я стараюсь избегать всяких негативных эмоций. Вот прям вот я себя в этом плане берегу железно. Чтобы не расстроилась, Юлечка. Нет, нет, мы далеко не планируем. Машина бы другая, и все. Мне больше пока ничего не надо. Омск, город, в котором я родилась, в котором я живу. Ну, родина моя. У меня вот ощущение внутри, не свалить из Омска, а из другого города перенять что-то в родной. Принести. Ну, что-то связанное, разумеется, с инвалидностью, да, там, возможно. С танцами, может быть, я не знаю. Чтобы больше народу было у нас в группе. Чтобы родители приводили своих детей. Потому что, вот, мы были на мастер-классе и буфе, и я поразилась, сколько там детей-инвалидов. Их много, очень много. В Омске они тоже есть, но они почему-то где-то спрятаны. Родители их прячут, они их не вытаскивают из дома, потому что, ну, там что-то, да, домашний цветочек, который нужно там, или, может быть, я не знаю, или боятся, или стыдятся, или слишком опекают своего ребенка. Но из дома, блин, они не выходят. Я не вижу людей-инвалидов в городе. А там их очень много. Очень. С одной стороны, это грустно, с другой стороны, они все активные. И я чувствовала себя какой-то несамостоятельной рядом с этими детьми. У них там школа-интернат. Они там, ну, на каникулы только дома появляются, все остальное время они там живут, учатся. Так вот, они все делают там сами. Они кушают, там моют посуду, убирают за собой, как бы себя обслуживают полностью сами. Даже самые тяжелые ребята с ДЦП, они обслуживают себя сами. Их учат этому. Я поразилась. Мне кажется, у нас в Омске такого нет. Я не слышала ни разу о чем-то подобном. Это замечательно, это очень круто. Они вырастут самостоятельно, они будут жить, работать, не знаю, семьи заведут. Омские инвалиды? Нет. В детстве увидела журнал, и там была фотография девушки красивой. И написано, курочки на Юлию. Там мисс Мира, мисс Вселенная, 93. И я такая, а, курочки! А, Юля! Блин, я тоже хочу, тоже хочу вот так вот, на обложку хочу, в журнал хочу, чтобы про меня тоже что-нибудь написали. Мне было тогда, не знаю, лет семь, наверное. Но я маленькая была прям вообще. Единственное, ну что, как бы читать-то я умела, свою фамилию, имя уже увидела, все, и мне прям где-то это отложилось в подсознании, где-то в подкорках. И только вот недавно я заметила, что я газетки-то собираю, я-то смотрю, и вот эта вот мисс Вселенная, она у меня там где-то в глубине всплывает. Не знаю, ну просто хочется тоже быть такой же, как она, крутой. Но только у нее там сейчас бизнес все свой. А я как бы пока еще в газетах. Ну прям складываю, да. Причем я их не покупаю. Они ко мне приходят, мне их дарят. Вот кто-то из моих знакомых, из родственников, они покупают газету, читают ее, видят меня. А, Юля! Звонят там, вот тут про тебя. Так, да. Мне хочется, чтобы родители мной гордились. Чтобы они не думали, что я инвалид. Извините. Ничего страшного, что я тут разрезалась. Просто бывает момент, когда они говорят, ты молодец, все классно, все хорошо, но если бы ты была здоровая, и все. То есть они считают, что было бы лучше. А я так не считаю. Нет, нет, лучше бы не было. Если бы я была здоровая, я бы сейчас не сидела здесь, я бы не танцевала в Германии. У меня была бы обычная, обычная жизнь. Я бы вышла замуж, нарожала кучу детей, варила борщ в данный момент, даже, наверное, сейчас. Я уверена, ну, именно с моим характером, с моей натурой, с моим воспитанием, это было бы именно так. Возможно, даже я бы не работала, была какой-нибудь домохозяйкой, но я однозначно ничем бы не увлекалась, даже вязанием, никаких бы танцев в моей жизни бы не было, никакого спорта, и, возможно, там, таких бомбических друзей. Я еще и сестру свою люблю очень сильно. Я так сильно ждала, когда у нас родиться. Это было такое счастье. Это неописуемо. У меня было в голове убеждение, что мама родила мне ребенка. Нам вот, ну, что вот в нашей семье, мама, папа, я, появился наш общий ребенок. Не было такого вот, она младшая, любимая, все ей, я там старшая, ну, ревности, ну, разница в возрасте большая, 12 лет. Короче, повзрослела я рано. Вот после первой операции, все, я стала взрослым человеком. И ребенок где-то там, до 8 лет я еще, может быть, была ребенком, а потом все. И когда у нас родилась Ариша, это было просто, ну, счастье, счастье до сих пор. 18 лет, ну, все, ну, выросла. Выросла моя лапусечка. Не знаю, я счастлива, вот. И коляска, она, она мне помогла жить той жизнью, вот, которую вот я хочу. Если бы я была здоровой, нет, я бы не рвала из-под себя, нет. Я бы, правда, жила бы, как обычно, спокойно, тихо и все. Вот, и я пытаюсь родителям доказать, показать, что я счастлива, у меня все нормально, что я на своем месте. Я в своей шкуре. Иногда, иногда хочется на один день быть здоровой, встать, побегать, потанцевать и обратно сесть. Вот, ну, бывает, заходит, устаю иногда просто, физически бывает сложно, но это только минут пять. Вот, и все. Дальше я опять в бой побежала. Нет, я считаю, что у меня в жизни все правильно. Так и должно быть все. Не все должны выходить замуж, рожать детей. Кто-то должен быть чемпионкой мира. Вот. 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 Субтитры создавал DimaTorzok